Всем добрый вечер, с вами Никита Петров и сегодня наверняка будет довольно неожиданное видео, но повод есть вполне серьезный. Дело в том, что буквально неделю назад завершился личный чемпионат Европы в Минске, в котором, в частности, принимал участие активный участник, а также сторожил группы шахматный феникс Владислав Чижиков. И по итогам этого турнира рейтинг Владислава превысил отметку в 2300 пунктов, таким образом был выполнен норматив звания Мастер Феде, и в совсем скором будущем можно ожидать, что Владиславу это звание присвоит, с чем я лично, а также вся группа шахматный феникс его и поздравляет. Ну и по этому случаю я решил записать короткое видео, в котором покажу наиболее интересные фрагменты из тех партий Владислава, которые были сыграны за последние полгода. Ну, как раз таки за последние полгода Владислав Чижиков принял участие в двух турнирах с обсчетом рейтинга Фиды. Это как раз таки личный чемпионат Европы, а также сильный оупен в Швеции под названием Кубок Рилтона. Ну и вот первый фрагмент как раз таки из оупена в Швеции. Владислав прикал черным цветом, черными фигурами против сильного международного мастера из Соединенных Штатов Марка Эссермана. В Широкой публике Эссерман в первую очередь известен как автор книги, которую по полному праву можно назвать Библией Гамбита Мора. Ну как раз таки в этой партии и был разыгран Гамбит Мора, правда через слегка нестандартный порядок ходов. По итогам дебюта белые получили некоторый перерез, но вот к 15-му ходу этот перерез уже исчез. Владислав здесь сделал ход слон Е6. Ну и вот прежде чем продолжать показ этой партии, следует отметить, что на момент этого поединка у Марка Эссермана рейтинг Фиде превышал рейтинг Владислава более чем на 200 пунктов, поэтому совершенно очевидно, что белым цветом его устраивало только победы. Отчасти этим можно объяснить следующий ход Комбит Ф7. Правда справедливости радио ход достаточно сильный, и белые здесь ни в коем случае не проигрывают. Более того, черным для поддержания равновесия нужно играть достаточно точно. Например, ход слон Ф7 явился бы грубой ошибкой. Здесь после слона Ф7, короля Ф7, ферз Б3, черные попадают под решающую атаку. Разумеется, король Ф7 намного сильнее, Владислав сыграл именно так. Последовал ЛД Е6, ЛД Е6, слон Б Е6, король Б Е6. Мы видим, что черный король на Е6 расположен не очень удачно. С другой стороны, у черных уже лишняя фигура. Если белые будут играть медленно, то черный король просто спрячется на Ж8, и белые эту партию проиграют. Поэтому ход Ф3 практически единственный. И здесь вполне возможен объективно был ответ король БД6. После чего белые выигрывают ферзя. Но черные получают вполне достаточный материальный эквивалент. Вероятнее всего, эта позиция примерно равная. Ход Конь ФД5, который сделал Владислав, тоже вполне хороший. Позиция здесь не выходит за рамки равенства. Стоит Волокон Д5, Конь Д5. И вот здесь единственный ход за белых, который позволяет не проиграть, это ферз Б7. Таким образом, белые нападают на слона Ж7. И что очень важно, теперь ход ФД6 невозможен по причине потери ладьи. Поэтому черным пришлось брать королем. Ладья Д1. На короткий миг у черных аж 2 лишние фигуры. Ну и вот это довольно любопытный момент. Если предположить, что каким-нибудь волшебным образом соперники за тоской поменялись бы цветами, я не исключаю, что черные в этом случае сыграли бы слон Д4. Этот ход позволяет избежать вечного шага. Белые обязаны брать на Д4. И теперь ферз А5. То есть смысл хода слон Д4 был в том, что белая ладья была отвлечена от защиты первой горизонтали. И теперь нет ответа Ферз А8 по причине мата. Б4 также не работает из-за Ферз А2. И опять-таки на А8 брать нельзя из-за того, что подвисает первый ряд. Но белые могут сыграть просто же 3. И компьютер оценивает эту позицию как равную. То есть да, у черных лишний конь за 2 пешки. Ну король на Д6 расположен не очень надежно. И компенсация белых видимо достаточная. С другой стороны все-таки стоит отметить, что прямого вечного шага здесь у белых нет. Владислав сделал ход Ферз А8, который не меняет оценку позиции. И белые здесь повторили позицию 2 раза. Но после этого, вероятнее всего, Марк вспомнил, что у него на 200 пунктов больше. Дал шаг на Б4. Объективно это ошибка. После корольца 6 черные могут с полным оставанием играть на победу. Последовала ДЦ1. И очень сильный ход с Лунц3. Теперь ответа БЦ нет из-за конь бьет Б4. Поэтому белые включили пару шагов. И после этого взяли слона. Но вот сильный ход конь Б6 подчеркнул, что черным удается консолидировать позицию. То есть да, белые после Ферзи 4, Ферзи 5, Ферзи 6 выигрывают третью пешку за фигуру. Но вот важный нюанс, что после Лунц3 д8 и Ж3 черные забирают на 2. И у них образуется очень сильная проходная А7. То есть пока кажется, что она никуда не идет. На самом деле после Ферзи 6, А5, вот эта угроза на движение пешки А, она очень сильна. А белые никак не могут сразу создать угрозу черному королю. То есть ход С4, он правильный, создавая идею С5. Но вот здесь, вероятнее всего, в достаточно сильном цитноте Владислав упустил возможность получить большой перерез. Эту позицию можно расценить как упражнение. Если хотите, можете поставить видео на паузу и попытаться здесь найти за черных самый сильный ход, который обещал заметный перевес. Ну и сильнейшим продолжением было Ферзь Е2. Разница с тем ходом, который Владислав сделал в партии, в том, что Ферзь на Е2 намного гармоничнее взаимодействует с Лунц3 на Д8. Создает угрозу Лунц3 д1 шах. А также, вот очень важный момент, что после Ферзи H7 Лунц3 д7, у белых нет шаха на Е4. И поле Е4 контролируется. Поэтому ход Ферзи Е2, видимо, обещал черным заметные шансы на победу. Но, опять-таки, решение Владислава вполне можно понять. Ферзь Д2 это, наверное, наиболее человеческий ход из всех возможных. То есть, таким образом, черные наносят двойный удар. На Ферзи А6 Лунц1. Размен Ферзей белые не могут здесь предпринять, потому что пешка А просто быстро пройдет Ферзи. Но, к сожалению, у белых нашелся ход Ферзь H7. И на Лунц3 д7 важный Исус Ферзей 4 шах. И после Кроль А6 американский шахматист сделал еще один сильный ход Ферзь Б1. И оказалось, что черные здесь не могут претендовать на перерез. Последовало Лунц3 д7 Ферзь Б5 Кроль А7. Ладья Ф1, казалось бы, пассивно, но зато теперь Ладья Е1 ход последует без темпа. И это очень важный нюанс. А также, несмотря на не самое активное расположение Ладьи на Ф1, белые все равно грозят ходом Ц5. Последовало Ладья Е1. Ц5 Ладья Ф1. Ферзь Ф1. Но и оказалось, что черные здесь никак не могут усилить свою позицию. Поэтому после Конь Д5 Ферзь Б5 Владислав объявил им вечный шаг. Ну и, приятное дело, что ничья это для черных прекрасный результат против достаточно опасного соперника. Ну и Владислав получил свою копилку еще несколько пунктов рейтинга. В этом же турнире, который проходил в Швеции, состоялась еще одна довольно любопытная партия. Прошу прощения. В которой Владислав Чижиков играл белыми против шахматиста из Индии по фамилии, ну или, может быть, имени Кришна с рейтингом 2390. В принципе, партия, особенно на стадии раннего Метельшпиля, изобиловалась серьезными ошибками. Вот после 35-го хода Ладья Ж7 возникла довольно интересная ситуация. Совершенно нет никаких сомнений, что индийский шахматист здесь был в серьезном цитноте. Но, тем не менее, его позиция здесь очень хорошо. И, опять-таки, можете попытаться здесь найти за черных сильнейший ход, который выигрывал партию. По-человечески его сделать не очень просто. И это ход Ферзь Б2. В принципе, в ходе Ферзь Б2 нет ничего выдающегося. Черный отряд дать мат в один ход с поля Ж2, у белых нет серьезной защиты. К тому же, у белых не хватает фигуры. Вероятнее всего, индийц просто упустил из вида, что после Ферзь С5, Кроль Б8, Ферзь С7, Кроль А8, Ферзь не только атакует белого хороля, а также защищает своего собственного. То есть, нет хода Ферзь Б7 мат. Вероятнее всего, после Ферзь Б2 Владислав Б не смог спасти эту позицию, но последовал более человеческий ход Ферзь Ф8. Черные сохранили лишнюю фигуру. ЛДБ Дж8 теперь не угроза. Ну и казалось бы, что у белых здесь нет серьезных ресурсов бороться за спасение. Но на самом деле, эта позиция уже ничейная. Для этого, конечно, белым нужно найти здесь единственный спасающий ход. Опять-таки, это вполне можно расценить как упражнение. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти за белых конкретное спасение. Владислав сыграл Ферзь Б5. И оказалось, что черные уже упустили выигрыш. Потому что висит мат на Б7. Точнее, на Б7, потом на Ц7 или на Б8. Если попытаться перекрыть седьмой горизонталь путем ЛДЕ7, то белые просто побеждают. После хода Ферзи в 5. Ферзи в 5 и промежуток ЛДЕЖ8. Пешка Аш пройдет в Ферзи. Поэтому Кришна сыграл слон Ф7. Ферзи в 5 шаг. Опять-таки, на КБ8 белые просто забирают слона, поэтому слон Е6. И вот после Ферзи в 5. Да, черный слон на Е6 расположен лучше, чем на Ж8. Но это никак не помогает защититься от матовых угроз. ЛДЕ7 здесь опять-таки проигрывает, но по другой причине. То есть после ЛДЕ7 в белых есть важный ресурс Ферзи в 5. После КРД7 белые просто выигрывают, точнее, меняют все фигуры. И вот выясняется недостаток положения слона на Е6, а не на Ж8. Теперь белые могут провести Ферзя. Несмотря на жесткий цветнот, шахматист из Индии успел сосчитать этот вариант. Сыграл слон Ф7. Ну и белые за неимением лучших возможностей объявили... Ну, точнее, не объявили, а в Веченшаха организовали вот такое повторение ходов. Ну, можно констатировать, что Владислав в, видимо, достаточно жестком обоюдном цветноте нашел чудесное спасение. Ну и три остальных фрагмента, которые сегодня собирался показать, они уже из как раз-таки личного ЧПТ Европы, который прошел в Минске буквально пару недель назад. И та позиция, которую вы сейчас видите на своих экранах, она встретилась в партии Чижиков к Яртонсам. Кудмундур к Яртонсам, это международный мастер из Исландии, с рейтингом сильно за 2.400. Ничего удивительного, что он в этой партии пытался играть на победу. Тем не менее, серьезных предпосылок не было. Владислав довольно уверенно держал равенство. Ну а ближе к контролю, исландский международный мастер здесь перегнул палку, и на самом деле возник очень интересный, буквально этюдный эншпиль. Конечно, черные не могут идти королем вперед, король в 5 ход вынужден. Здесь белые могли сделать ничью как угодно, буквально любым ходом, но Владислав справедливо подметил, что позиция оставляет ему очень серьезные шансы на победу, и сыграл Ж4. Черные, конечно, обязаны забирать пешку, но белый король прорывается на поле Е4, потом на поле Д5, С6 и так далее. И поначалу даже компьютерные программы оценивают эту позицию как совершенно выигранную для белых. Но на самом деле здесь ничья. Черные достигают ее длинной серии единственных ходов. Справедливость ради, эти ходы не так уж сложно найти. Тем не менее, можно, опять-таки, вполне можно расценивать эту позицию как неплохое эншпильное упражнение. Черные сыграли слон Ф4, и здесь как бы белые не отвечали, позиция все равно остается ничейной. Например, на слон С5, БЦ, Б6. Кажется, что белые побеждают, но вот у черных есть сильный ход слон Б8, и пешки пока никуда не идут. Правда, даже здесь после короля Д5 позиция остается ничейной. Слон Ф2 приводит также к ничьей, ввиду той же идеи, что Гудмундер продемонстрировал в партии. То есть король Аш3, белые идут вперед, теперь король Ж2, и белые должны отдавать слона, и в итоге партия сведется, точнее, вариант сведется к тому, что случилось в партии. Если белые упорствуют путем слона Е1, то, вероятно всего, даже проигрывают после короля Ф1, слона С3 и Ж4. Поэтому Владислав сыграл слон Ж1, ну и здесь черные подметили тот факт, что у белого сна недостаточно полей. Сыграли король Ж3, король Д5, Ж4, король С6. Ну и вот после короля Ж2 белые обязаны жертвовать на С5. На самом деле после Б6, АБ, А7, Ж3, А8 они превращают свою пешку в ферзи, а черным еще довольно много ходов нужно для того, чтобы добиться аналогичного результата. На самом деле, как ни странно, эта позиция ничейная, у белых нет возможности добиться прогресса. Последовало король Ф3, король Б6, король Ф2. Казалось бы, у белых лишний ферзь, черным еще нужно два хода, чтобы провести свою пешку в ферзи, но белые никак не могут здесь усилиться. То есть, они могут или давать шахи, и черные просто будут от них убегать, или нападать на черного слона, и тогда черные просто будут защищать этого слона королем. И уже после этого грозить Ж2. Владислав попытался здесь найти какой-то способ добиться прогресса, но его просто в этой позиции нет, поэтому через несколько ходов все-таки пришлось смориться с неизбежным. Партия завершилась ничью, но опять-таки, с точки зрения спортивного результата, это для Владислава было вполне неплохо, потому что он еще на несколько пунктов приблизился к своей цели в 2300. Также, еще один интересный фрагмент случился в партии Владислава против молодого талантливого шахматиста из Израиля, Ийала Гринберга. Рейтинг Ийала на момент этой партии 2457, Владислав играл белыми. В принципе, была довольно интересная дуэль в сициранской защите, в которой было достаточно большое количество неточностей. Но вот критический момент возник на 37-м ходу. Нет никаких сомнений, что у участника группы шахматы Феникс здесь был серьезный цветнов. И Владислав упустил, на самом деле, единственную возможность добиться победы. Возможность справедливости ради совсем не очевидна. Довольно неплохое тактическое упражнение, так что можете поставить видео на паузу и попытаться найти за белых выигрыш. Ну и белые здесь побеждали путем Ферзь Е8, но прежде чем я покажу, как достигался выигрыш, скажу, чем закончилась партия. Белые сыграли Ферзь Е6. К сожалению, после Ферзь Е6, Конь Е6. Да, у черных висит Конь на А5 и Ладья на С7, но есть промежуток Ладья Е7. Теперь висит Конь. Белые не справляют взять Коня на А5, потому что у них самих висит Конь на Е6. Владислав здесь попробовал продвинуть свою пешку подальше, но черные успели ее заблокировать. Белые забрали на А5. В принципе, позиция должна быть ничейной. Тем не менее, даже черные здесь на самом деле пытались играть на выигрыш. И в итоге партия все-таки завершилась ничью, но она завершилась ничью на 127-м ходу. В позиции, которую вы сейчас видите на своих экранах, которая по-прежнему совершенно ничейная. Но завершилась она по причине правила 50-ти ходов. А теперь вернемся к позиции после хода Ладья Е7. Белые здесь побеждали строго единственным способом. И это ход, точнее может быть не строго единственным. Ферзь Ж8 с аналогичной идеей тоже выигрывает. Но проще Ферзь Е8. Теперь после КРА7 белые просто забирают Коня. Получают совершенно выигранный Эншпиль, в котором пешка Аш легко решит судьбу партии. Критический ответ, конечно, на Ладья С8. Но после Ладья С8 белые предлагают размен Ферзей, но не с Е6, а что очень важно с Ж6. То есть теперь висит Ферзь. Если он уходит, белые забирают Коня на А5. А если они берут Ферзя, то есть если черные берут Ферзя, то... Вот важно, что, во-первых, у черных нет возможности убрать Ладью с поля С8, нападая на какую-либо из белых фигур. Потому что все белые фигуры расположены под защитой. Ну, также у черных висит Конь. А если он уходит на С6, то белые забирают Ладью на С8. После чего пешка Ж будет стоить черным фигуры. Довольно обидная упущенная возможность. С другой стороны, конечно, за несколько ходов до того, как эта позиция возникла на доске, уже у черных были возможности серьезно претендовать на победу. Ну и, пожалуй, наиболее качественно сыгранная Владиславом партия случилась в 10-м туре Чемпионата Европы. Как раз таки по результатам этой партии рейтинг Владислава превысил отметку 2.300. Владислав играл черными против международного мастера из Азербайджана Бугара Асадлы. И, да, разыграна довольно интересная версия страны-индийской атаки. И, в частности, мне очень нравится, каким образом реагировал Владислав. 2-0, ладья Е1. Здесь интересный ход Е6. Идея хода Е6 в том, что теперь планы со взятием на Д5 забеленных обесцениваются. То есть часто, в случае какого-либо другого хода, белые готовы взять на Д5. После чего они выставляют С3. Конь идет на С4, пешка на А4. Белые играют по стандартным мотивам для старо-индийской защиты с переменной цвета. Ход Е6 полностью обесценивает продолжение ЕД. Потому что черные просто возьмут пешку и получат небольшой перерез. Поэтому единственный разумный план за белых теперь связан с продвижением Е5. Но его не так легко добиться. В частности, уход Х4, мне кажется, легкая неточность. Но Владислав очень грамотно подметил проблему, связанную с этим ходом. Опять-таки, это неплохое упражнение, но уже больше стратегического толку. Чёрные сырали Б6. Идея хода вполне понятна. Они, чёрные, подготавливают развитие слона на А6. Поэтому какие-либо медленные манёвры белых в ходе конь Ф1, они в некоторой степени обесценены. Ход Е5 принципиальный, но вот здесь очень важно, что чёрные не обязаны брать коня на Д7. Они могут воспользоваться недостатком хода Х4. То есть, если сырать конь Д7, то после Д4, Ф6, ЕФ, конь на Д7 расположен плохо. Поэтому на Ф6 придётся брать именно конём. Но здесь у белых всё-таки есть шансы претендовать на ФРС, потому что фигура чёрных недостаточно активна. Но в партии Владислав сыграл конь Ч4, и это очень сильный ресурс. Опять-таки, ответ Д4 вынужден. И теперь Ф6 приводит к совершенно другой позиции. Если белые берут на Ф6, то после ферзи Ф6 у них большие проблемы. Из-за того, что чёрные практически всегда готовы провести Е5, у белых, ну просто их фигуры слишком пассивны. Азербайджанский шахматист сыграл более интересно, чем Еф, он сыграл слон Х3. Теперь конь на Ж4 подвис. В блиц партии, наверное, можно было рассмотреть взятие на Ф2. Но объективно Владислав здесь сыграл намного сильнее, а именно Х5. Ход выглядит немного вызывающим. Таким образом, чёрные слегка ослабляют прикрытие собственного короля. Но конкретные нюансы есть намного важнее. В частности, на Ф2 последовал ещё один очень сильный ход Ф8. То есть вот эту стадию партии Владислав проводил очень сильно. И ставил перед соперниками очень много проблем. Ну, брать на Ф6 необходимо, и теперь слон Ф6. Да, взятие на Ф6, оно, конечно, не идеально. Ферзь на этом поле смотрелся бы лучше. Но, с другой стороны, ход слон Ф6 создал конкретные заботы белым. Висит на Д4. И белым очень хотелось бы пойти конь Б3. Но здесь чёрным серьёзно помогает то, что они в дебюте сыграли А5. Потому что на конь Б3 ход А4 практически выигрывает партию. Поэтому пришлось играть ДЦ. Но после БЦ у чёрных образовался мощный перчатый центр, который готов двинуться вперёд. Здесь была последняя возможность за белых добиться более-менее равноправной игры. И это был ход слон Ж2. Ну, создавая кое-какие неприятности по белым полям и по большой диагонали. Вместо этого последовала конь Б3. Но, вероятнее всего, просто в угар зевнул очень сильную идею чёрных, которую Владислав исполнил. Было сыграно Е5. Пешка готова пойти на Е4. В продиках ход КЦ5 в принципиале, но после слона Е7 получается довольно неожиданный двойный удар. Висит конь на Ф3 и конь на Ц5. Последовала слон Ж4. Здесь можно было сыграть слон БЦ4. Чёрные выигрывают фигуры. Но после конь Е5, слон Ц5 и важный ход конь Д3 у белых всё-таки есть определённая компенсация. Владислав сыграл более сильно слон БЦ5. Слон БЦ8 теперь не рассматривается. По причине ладья Ф3, белый теряет большое количество материала. Иногда ход слона Ф6 единственный. Но после слона Ж4, слон Ф8. Слон Ф8, откровенно говоря, эта позиция просто выиграна у чёрных. У них два очень мощных слона. Злодью и пешку. То есть, по большому счёту, это практически материальное равенство. Но вот помимо того, что у чёрных два сильных слона, у них явное преобладание в центре. А белый король скоро начнет испытывать серьёзные неудобства. Владислав продолжил играть довольно неплохо. Но вот после ФБ6, 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 СЛ2, слон Ж5, АСЖ, случился второй критический момент в этой партии. Здесь Владислав упустил прямой выигрыш. То есть, вероятно всего, просто не заметил издалека важный тактический ресурс. Ну а вы можете поставить видео на паузу и попробовать этот ресурс заметить. Дело в том, что чёрные фоксировано побеждали путём Е4. Ход Ф2 здесь выглядит очень уныло. Но после Е3, Ф3, Е5 у чёрных просто очень большой перерез. Вероятно всего, на Е4 белый ответили БФ4. Здесь чёрные побеждают путём кунь Е5. Нападая на ферзя от Б6, вроде как взятие вынуждено. И теперь чёрные сначала выписывают промежуточный шаг. После отхода короля забирают ферзя. И оказывается, что обе белых ладьи накололты на вилку. Позиция совершенно безнадёжна. И я думаю, что сдача партии вот в этот момент была бы самым грамотным решением. К сожалению, Владислав не нашёл идеи, связанной с ходом Е4. Сыграл Д4, король же 2, Д3. Чёрные сохранили большой перерез, но всё-таки позиция усложнилась. В самом деле, в какой-то момент партии белые имели серьёзные шансы на спасение. Но в итоге последним ошибся всё-таки в угар Асадлы. И партия завершилась вот в этой позиции. Белые допустили грубую ошибку Д6. Хотя, понятное дело, что позицию за белых удержать непросто. Но Д6 проигрывает сразу. Владислав сыграл ЛДЦ3. Оказалось, что нормального способа защититься от матра на Ф3 нет. Таким образом, Владислав выиграл эту партию. Его рейтинг на момент по окончанию турнира в Минске составляет 2305 пунктов. Таким образом, ждём присвоения звания. И поздравляем Владислава Чижикова с этим успехом. Всем спасибо. С вами был Никита Петров.